Что будет в новой серии «Однажды в Чукуравой»? Прежде чем перейти к нашему видео, не забудьте поделиться нашим видео, если вы хотите, чтобы никто не встал между Зюлейхой и Демиром и позволил им быть счастливыми сейчас. В Чукуравой становится все жарко. С приходом Бетюля Яманы не могут выбраться из неприятностей. Когда мы сказали, что Фикрет перестал быть злым, появилась Бетюль. Он сразу же встретился с Юмитом и узнал его мнение о Демире и Яманах. Он уже многое знал из рассказов Жермина. Когда в поминальную ночь он узнал, что Юмит беременна, у него было много козырей. В то время как она дружит с Юмитом, с одной стороны, ее мать Шермин, с другой стороны, не оставляет Демира и Зюлейху одних, поскольку она легко входит и выходит из особняка. Когда она отдала картину, которую нашла Бетюль в последний раз, Бетюль де распространила эту картину по всей Чукуравой. Как и во всем, Демир снова захочет обвинить Фикрета. Однако Демир узнал, что Фикрет хочет быть хорошим человеком. Вот почему он прямо сейчас обвиняет Юмита и даже не думает, что это может быть Бетюль. Бетюль начала использовать дьявола, скрывающегося за своей красотой, еще до своего прихода. Можно сказать, что человек, которому были проданы акции, был Бетюль. Когда придет время, он станет партнером компании. Юмит, с другой стороны, вызвала панику, когда раскрыла ложь о беременности. Но и эта ложь Юмита будет раскрыта. Юмит, которого не пригласили на ночь, организованную от имени Хункара Ямана, особенно впечатлел Демира Изюлейху. Когда Демир, увидевший ее, сказал ему немедленно уйти, Юмит сразу же выбросил ложь о беременности. Настолько, что Демир не хотел верить в эту ситуацию, но хотел найти врача и удалить ребенка. Однако не могу не злиться на сценаристов. Юмит потерял сознание и доставлен к врачу. Однако неправильно здесь то, что они могли проверить его живот, неся эту женщину после того, как она была нокаутирована. Таким образом, они могли преподать Юмит хороший урок, узнав, что подушка в его животе была подушкой. Юмит, которому особенно помогли прибытия полиции и беспорядки после него, сбежал, и его спасла его мать Севда. Напряжение, возникшее из-за Юмита в особняке Яманлар, нарушает всеобщий покой. С другой стороны, попытка Севды ограничить замок изнутри мешает Дзюлейхе и Демиру говорить о таких ситуациях. Благодаря Шермену Демир узнал, что Юмит и Севда были матерью и дочерью. Пока Севда хочет покинуть Чекурову из страха перед Демиром и готовиться к этому, Демир придет и попросит Севду дать отчет. Демир, который идет с пистолетом на поясе, ничего не сделает Севде, даже если он очень зол. Однако, скорее всего, он вышлет Севды из особняка. У Чекуровой, которая сделает финал сезона сотой серии, некоторые события сохранятся в новом сезоне. В частности, в новом сезоне нам могут предстать такие ситуации, как инцидент с бандитом, который похоронили Зюлейха и Севда и покупка акцию Витюлем. Если вы напишите свои идеи в комментариях, мы сможем обсудить их вместе. А теперь, если хотите, кратко подведем итоги последнего эпизода. Юмит сообщил новости о ребенке, рискуя жизнями Зюлейхи и себя. Зюлейха снова сломлена доверием Демиру, но она не покажет это Юмиту. Фактически, сила Леди Боя предотвратит ее разбитое сердце. Она даже скажет, что они будут воспитывать ребенка в особняке, и что она может иногда видеть его, если он не злит Демира. Известие о беременности Юмита будет источником радости для Севды, но то, что она должна сделать, чтобы защитить свою дочь, изменит место Демира в ее жизни. Сделав свою мать счастливой и шокированной, сказав, знание, сила, Бетюль привнесет всю динамику Парижа в город, который она покинула много лет назад. Бетюль, которая быстро заняла свое место в жизни общества, не откладывает встречу с главным врачом Юмитом. После долгого и трудного путешествия с Демиром, Шермин, которая находится на одной стороне войны, собирается открыть собственный фронт со своей дочерью. Вместе мать и дочь стоят на пороге новой войны. После потери Муджгана Фикели и Лютфия, которые почти отошли от мировых событий, не интересует ничего, кроме планирования будущего Керема Али вместе с Фитретом. Однако, когда Фантхункара Емана пригласил Фикели в городской клуб, Лютфия приняла приглашение. Как и раньше, Севда попросит помощи у Фикели, когда у нее заклинит голова. Фикели, которая не отказывает просящим о помощи, должна будет принять гостя в своем особняке, но когда снова случится нападение, подобное тому, что произошло между новым Фикретом и Демиром, она больше не сможет держать гостя в своем доме. Чукурова снова устраивает раскрытие тайны своей настенной рекламой. Мы подошли к концу нашего видео. Поделившись нашим видео с друзьями, вы можете помочь им следить за тем, что происходило однажды в Чукуровой. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok